Это лайф. Мы продолжаем. По факту жесткой посадки уже возбуждено уголовное дело. В Росавиации заявили, что крушение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий. Помимо этого, есть еще две версии. Отказ техники и человеческий фактор. При крушении погиб весь экипаж вертолета. Три человека и 16 пассажиров. Командир корабля был Александр Додонков, вторым пилотом, 47-летний Виталий Провальный. Выжили в страшной аварии только трое пассажиров. Их имена вы видите сейчас на своих экранах. Чтобы достать мужчину из искореженного вертолета, пришлось разбирать его корпус. Двое сейчас в очень тяжелом состоянии. У одного перелом позвоночника, у другого шейки бедра и нескольких ребер. Все они в больнице. Ну а этому пассажиру, Валерию Светличному, повезло. Он отделался легкими травмами. Во всяком случае, он ходит. В ближайшее время мы постараемся узнать у него все подробности аварии. Пока врачи проводят обследование и просят не беспокоить пациента. Кстати, именно он вызвал спасателей. Ми-8 рухнул в 80 километрах от поселка Уренгой накануне поздно вечером. Маршрут был следующий. Сузунское месторождение, Новый Уренгой. Пассажирами были нефтяники. Черные ящики уже найдены. По предварительной информации они не повреждены. Ми-8 это один из самых массовых вертолетов в мире. Он многоцелевой. То есть используется как для гражданских, так и для военных целей. Эта конкретная машина, которая потерпела крушение на Ямале, пассажирский вариант. Вмещает 35 пассажиров. Год выпуска 1984, то есть более 30 лет назад. По данным Росавиации, сертификат летной годности вроде бы действительный до 2017 года. Но ведь все зависит от того, как машина эксплуатировалась и вовремя ли проводили техосмотры. Это выяснят в самое ближайшее время. Глава Минтранса Максим Соколов уже поручил проверить деятельность авиакомпании «Скол», которой принадлежал вертолет. На рынке этот перевозчик уже 16 лет. Сейчас ее воздушный флот состоит из 36 судов. Как вертолетов, так и небольших самолетов. Причем основные 8. Их у «Скола» 17 единиц. Основные услуги, которые оказывает авиакомпания, это не только перевозки пассажиров и грузов, но еще и аэрофотосъемка, медицинская эвакуация, тушение пожаров. Но что касается последнего, то «Скол» участвовал в тушении огня в Греции в 2007 году. И вообще работает также за границей. В Афганистане, на Филиппинах, в Ливане. Но подобных катастроф в истории авиакомпании еще не было. Продолжение следует...